приветище это зельда слезы королевства и мы продолжаем прохождение этой игры находимся мы на воздушном шаре бабушки импы здесь уже нет она спрыгнула с парашютом отсюда все удивляется как она так долго живет но это это ее секрет короче здесь ну вот я тоже спрыгнул с парашюта не хотел этого делать но о я кажется секрет нашел нифига си смотри там он 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 дырочка есть что-то тут вот и есть слезе да ты тоже это видишь кружочек в комментариях мне писали что вот этот рисунок очень похож на рауру хозяина ультра руки в принципе в этом что-то есть что-то похоже на него опа вот точно смотри нам сюда надо встать по-любому и и Девушки отдыхают... Где я? Похоже, мы напугали тебя. Прости. Меня зовут Соня. А как тебя зовут? Я... я дочь Роама, короля Хайрула, Зельда. Как неожиданно. Ведь это мы основали Хайрул. Так что королем тут могу быть только я. Основали Хайрул? И вы король? Да. Я Рауру. Король Хайрула. Король Рауру? И королева Соня? Ну, тогда ведь... Ну, нифига себе. Зельда переместилась в прошлое, в момент основания Хайрула. То есть ее в настоящем сейчас, где находится Линк, ее нету попросту, представляешь? Линк, ты о чем-то задумался? Что тебя беспокоит? Я не сошел с ума. Геоглифы, записи в книгах, слезы дракона, а теперь еще принцесса Зельда, которую ты, говоришь, увидел. Ну, быть может, все это как-то между собой связано? Мы будем и дальше исследовать геоглифы. Вдруг они укажут нам путь к принцессе Зельде? Ах да. В книгах также упоминалось, что в заброшенном храме есть что-то имеющее отношение к геоглифам. Заброшенный храм находится в одном ущелье, в регионе Эбра. Пожалуй, нам стоит его посетить. Ну что, я думаю, что бабушка импо права, и надо туда сходить. Но сперва, не совсем по пути, мы забежим вот в это святилище. Парение. Святилище Синаковка. Понятно, значит, здесь мы будем парить. Все просто. Я уже вижу здесь воздушный шар, ну, по крайней мере, часть его. Наверное, нам его нужно как-то переместить. И вместе с ним желательно переместить огонь. Вот здесь вот есть огонь. Слушай, а если мы просто его отпустим, он полетит? Нет, конечно же, он не полетит. Я хочу как-то нестандартно пройти это святилище. Я, наверное, прибегну к вашим комментариям, которые вы оставили под прошлым видео. Ну, во-первых, вы попросили меня прикрепить что-нибудь взрывное к щиту. Что ж, я прикрепил, и теперь, когда я упаду на щит, это должно меня подкинуть. Ну, давай попробуем. Так, сейчас, минуточку. Оу, неплохо. Очень неплохо. И я бы мог, в принципе, уже запрыгнуть вон туда. Давай-ка еще разочек попробуем. Опа! Вот, отлично, вышло. Офигенно. А как дальше? Не забываем про последний бомбоцвет. Что, что он у нас остался. Он нам сейчас поможет. Надеюсь. Вот так вот. Вот мы и наверху. Шикарно. Возьмем вот этот шарик. И поставим его сюда. Дело в том, что там наверху есть кнопка. Вон, которую нам нужно нажать. И чтобы у нас все сработало, нам просто нужно поднести к шарику огонек. Давай-давай-давай. Взлетай, 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 взлетай. Давай его прикрепим вот так. Ну и все, в принципе, он уже улетел и кнопку нажал. Оу, какое пространство. Сколько здесь места-то? И внизу он всяких штук дофига. Короче, я понял. Нам нужно с самого низа достать шарики. Первый шарик маленький я нашел. Здесь есть деревяшечка. Которую мы берем. На нее крепим шарик. Он, по всей видимости, очень тяжел. Кстати, в принципе, можно шарик крепить и вот сюда. Да, так не очень хорошо. Лучше его к низу крепить. Потому что, скорее всего, вот эта доска нам пригодится для того, чтобы переместить большой шарик. Что, вот так вот пойдет, да, наверное? Во. Все равно плохо вышло. Ладно, теперь, короче, крепим это к воздушному шару и все, как бы. Нам больше ничего не нужно. Оно полетело. И с лябобоку. Ну, а там уже наверху разберемся. Что да как. Значит, здесь теперь. Ух. Это будет тяжко. Вот эти штуки я могу взять. Видимо, они нужны для того, чтобы поднять этот шар вверх. В принципе, я его поднять-то могу. Кстати, знаешь, как можно было хитроумно сделать? Так, так, так. Вернись, пожалуйста, шарик обратно. Где-то там. Пожалуйста, спущись на землю. Я хочу, короче, к нему. Попробовать этот шар здоровый прицепить. И посмотреть, что будет. Улетит ли он вообще или нет. Берем этот шар. И крепим его. А он не крепится. А нет, крепится, крепится. Вот, прикрепить. Все. Ой, оно все отвалилось. Оно все отвалилось. Подожди. Шарик, подожди. Не улетай без нас. Вот так вот давай сделаем. Сейчас, минуточку. Еще вот это сюда тоже прикреплю. Ой, он упал. Вообще упал. Сейчас все будет. Не переживай. Вот сюда его креплю. И не хватает мальца. Ладно, хорошо. Тогда давай вот мы вот это огнище возьмем. Я надеюсь, что он не спалит этот шар к чертям. Потому что огонь тут дерзкий. Я бы сказал. Вот так пойдет. Короче, к боку его вот так вот прикрепить. И оно поднимается. О божечки. Медленно, конечно, но поднимается. Офигеть. Слушай, а что если мы сделаем? Знаешь что? Знаешь что? Оно же бесконечно фигачит огнем. К щиту его прикреп... А, нет. Тут уже твои батарейки нужны, да? А, смотри, батарейки не садятся. А сейчас я сделаю вот так. Огнемет вот-вот сломается. То есть... Видишь, когда он работает как огнемет... А, щит сдох. Ёлки! Щит сдох. Ну ладно. Фиг с ним. Короче, когда огнемет работает как огнемет, и ты пытаешься серфить на этом, то огнемет перестает работать просто. Вот и все. Скорее всего, с пропеллером будет точно так же. Меня тоже просили посерфить на пропеллере. Берем вот эту штуку теперь. И перемещаем вот сюда. Ну а теперь дело за малым. Нам нужно все это дело расцепить. Отпустись. Вот шарик. Шарик падает туда. А маленький шарик где? А где маленький шарик? Ага. О, сундук. Отлично. Здорово. А маленький-то шарик где? Ёлки-палки он внизу. Да блин! Как я про него забыл вообще? Ладно, не беда. У нас тут есть другой воздушный шар. Вот, летите наверх, господа. Ну а ты у нас отправляешься в эту сторону. Отцепляем. И кидаем. Дуй сюда. На свое законное место. Ну вот и пройдено святилище. Тут ничего сложного не было. Давай заканчивать с этим святилищем уже. Звездочка падает. Да ладно, она что, на дворе Схайрула упала что ли или как? Ну, я туда точно не пойду. О, кровавая луна, кажись. Конюшня нова тихая. Я еще в первой ботве был в этой конюшне. Ребятки, вы видите, что происходит? Вы видите, да? Кроволуния. Решил почитать конюшенную книгу учета. И тут оказывается, если ты вступишь в их клуб, тебе будут начислять кэшбэк. Кэшбэк! Ну вот видишь, он говорит, давай ты же не состоишь в конюшенном обществе. Так что ты переночевать здесь не можешь. Для того, чтобы воспользоваться услугами конюши, тебе нужно вступить в конюшенное общество. Так давай, могу я узнать твое имя? Конечно, можешь. Линк! Хорошо, так и запомним. Поздравляйся с вступлением. Во, видишь, он говорит, хочешь расскажу тебе про конюшенные баллы? Давай рассказывай, как их получать. Каждый раз, когда ты пользуешься нашими услугами, ты получаешь баллы. Постояльцы зарабатывают баллы, когда остаются ночевать в конюшне или когда регистрируют новую лошадь. Раз уж ты впервые в конюшне новая тихая, ты получаешь один балл. Даже карточку дали, ничего себе. Ну спасибо. За баллы можно получать различные награды. Чем больше баллов, тем лучше награда. Ну круто же, ну круто же реализовали все это. Кстати, рецепты, рецепты, рецепты. Я помню эти рецепты на Каменьшика фоткал, чтобы запомнить их. Но сейчас фотоаппарата-то у меня нету пока что, но он будет. О, стрекан, ты пришел, када, наконец-то. Исследование геогольфа завершено, но в мире столько еще неразгаданных тайн и неизвестных мест. Куда бы нам теперь направиться? Может, заброшенный храм, который находится в ущелье Эбры. О, я тоже туда иду, кстати. Или продолжить исследование геогольфа в других регионах. Ну все, прощаемся с этой конюшней. Я обязательно сюда вернусь, когда приручу дикую лошадь. Она, кстати, у меня была, но... А, нет, вот подожди, вот же моя лошадь. Она стоит и ждет меня. Лошадочка моя, подружка. Иго-го, бро, или... Черная молния 2.0. Все писали в комментариях, как ты назовешь свою новую лошадь. Но поскольку это новая игра, то и название у лошади будет... Иго-го, бро, версия 2.0. А, да нет, шучу. Я просто назову ее... Черная ласточка. Да, вот это название для лошади. Регистрируем. Понял. Значит, это лошадь. Силы, скорость, выносливость, тяга, нрав. Вот такие вот у нее. Да, регаем. А обычно мы берем за эту услугу 20 рупий. Так, бери уже. Но сейчас у нас акция первая регистрация бесп... О, ну спасибо. За регистрацию новой лошади я дам тебе один конюшный бал. Здорово. У меня теперь два балла. Погоди, было два балла, но сейчас стало один. Это как так? Хорошо, тогда начнем. Дай лошади кличку. Блин, прикинь. Не вмещается, не вмещается. Я могу написать только черное ла. Ладно, тогда пусть будет черное ля. Только первая буква пускай будет... Заглавной. А я думал, мне сейчас хватит хотя бы написать на черное ласта. Ну ладно, так тоже пойдет. Черное ля. Новое имя моей лошади. Значит, черное ля? Такую кличку ты хочешь ей дать? Да. Хорошо, кличка записана. О, смотри, что он еще говорит. Если ты накупишь достаточное количество баллов, то сможешь сменить снаряжение. Например, взять другое седло и по-новому уложить ей гриву. Ну, наконец-то у моей лошадки теперь седло появилось. Ну че, погнали. И погоним мы вон к той вышке. Надо открыть эту область. О, паньки. Это же Эрсту. Привет. Стой, 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 стой. А там у нас кто? Че, как дела? У Эрсту неприятности. Короче, смотри, что это за деревья. Я уже их встречал. Весь прикол в том, что дамаг ты им наносить не можешь. Опа. Упрыгали. И смотри, что они делают. Они своей шевелюрой пытаются меня раздавить. Еще и второе дерево. О, и второе дерево. Но они очень медленно ходят. И их можно двигать. Либо может их поджечь, поскольку это же дерево. Давай попробуем. А огонька не желаете? О, они огня боются. Ну и хорошо. Смотри, дерево у Эрста трется. А Эрста их боится. С одним деревом разобрались. Есть. Осталось только с этим разобраться еще. Ну давай же. Сгораю уже до конца. Готово. Короче, как мы выяснили, что обычные физические атаки их не берут. Птичий орех. А вот огонь они боятся. Как и другие деревья. Ну че, Эсту, я все сделал. Кью. Юрны. Эти страшные деревья исчезли. Ой, ты меня видишь. Меня зовут Эсту. Блин, да мы с тобой раньше виделись. Ты че, забыл? Я корок-музыкант из леса короков. Что на севере-востоке. Делюсь со всеми танцами под звуки моих маракасов. Спасибо за помощь. Кьюн-кьюн. В виде благодарности я станцую и сделаю твою сумку вместительнее. Погоди-ка. Мои маракасы. В них ведь нет корокских семечек. Дети леса опять их стащили. И теперь мои маракасы молчат. Мне бы хоть одно корокское семечко. Я бы пел, танцевал и использовал способности, чтобы отблагодарить тебя. Да без проблем. У меня этих семечек уже знаешь сколько. Нюх. Погоди-ка, нюх-нюх. Я чую корокские семечки. Точно. Тебе дали их дети леса. Если ты дашь мне корокские семечки, я сделаю твою сумку вместительнее. Да держи уже. Какое отделение увеличим? Я думаю, что для оружия. Одно корокское семечко. Держи. Ну, у него новые танцы. Прикольно. Ну вот и все. Я смог увеличить всего два отделения в своей сумке и Эстус бежал на восток. Смотри, какой валун раздобыл. И это все ради вон того зайчишки. Надеюсь, я туда тихонечко сейчас подойду. Блин, он убежал. Он меня запалил. Эх, не получилось. Короче, я вот для этого маленького совенка кое-что приготовил. Тут еще немножечко надо подшлифовать, конечно. Вот такой вот загончик. И посмотрим, сможет ли он из него убежать. Ну, я думаю, что сможет. Потому что он испаряется в воздухе каким-то образом. Но я все равно хочу проверить. Во! Загон готов. Значит, берем эту деревяшку теперь. И вот проверим на нашей лошади. Я потихонечку опускаю. И вот так вот кладу. И все, он в западне. Лошадь, например, выбраться не может. А как заяц, это мы сейчас выясним. Тихонечко. Вот так вот-вот. Падаем. Есть! Он в загоне. Но он исчез, слушай. Он исчез все-таки. Выбрался. Ладно, короче. Пофиг на эти всякие камни, прочую всякую лабуду. По-стариночке, елки. Сейчас что-нибудь прицеплю такое мощное. Например, гентарь. Ноготь хороблина. Плюс 8 к дамагу. Ну вот, давай. И в шапку ему. Всего один рупий, серьезно. О, еще чуть-чуть. Ну и все, он убежал в пещеру. Ладно, тогда мы сейчас пойдем за ним. Собираем рупий. Сколько выбили. Э-э-э-э, есть кто в пещере? Ох, елки. Да тут, оказывается, святилище спрятано. А это что такое? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Быстрее отсюда валим. Валим, 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 валим. Валим как можно скорее наверх. Что это за дичь? Это миазмы. Это миазмы. Нет, только не падай, не падай, не падай. Твою налево. Она почти меня схватила. Я надеюсь, они наверх не могут залезть. Что это за тварины такие? Я таких раньше не видел. Противно как. Я, конечно, сомневаюсь, что это поможет, но я попробую. О, получается. Вроде работает. И надо целиться только в глаза. По-другому никак. Слушай, а что если мы их попробуем заморозить? Получится что-то из этого, нет? О, ништяк. И теперь водой. Они же типа огненные или что же? Не, вода не очень. Проблема в том, что у меня, в принципе, уже больше ничего-то и не осталось. Просто стрелами вообще не вариант их бомбасить. Возьму свой самый лучший лук и прикреплю к ним световик. Семечко-фонарь. Посмотрим, поможет мне это или нет как-то. Ну, нет, это не очень помогло. Вся проблема в том, что их тут четыре штуки. Одна сдохла. Ура. Это очень хорошая новость. Кстати, кто-то просил меня пообъединять луки. Но прикол в том, что луки, по-моему, объединять здесь нельзя. А, слушай, еще одна рука появилась откуда-то. Короче, да. Смотри, снова четыре руки. Я только что две отстрелил, и еще появилось две. Они какие-то бессмертные. Давай-ка я возьму костлявые руки. Спущусь к ним и посмотрю, что мне это даст. Они у меня сердца забирают. Но зато я вроде бы... Оу, смотри, что творит, смотри. Что, все, я их победил? Ганнон фантом вылез. Офигеть, а у меня здоровье не к черту. Не к черту здоровья. Возьму длинную палку против него. А, прикинь. Сердце поломано, и... Все, у меня одно сердечко только. Я надеюсь, последнее сердце у меня нельзя будет отобрать. Ой, фейка сработала. Ой, сердца восстановились. Фея у меня восстановила все сердца. Шикарно, съедаем. Ух ты, елки, как он мощно бьет-то. Ещё раз фея меня воскрешила. Ну, в принципе, это... Следовало ожидать. Он очень силён. В общем, фиг с ней, с этой пещерой. Пойдём лучше башню откроем. Е-е-е-е-е, наконец-то мы добрались. Открываю уже ее, Линк. И полетели. Захожу на стартовую площадочку. К запуску готов. КОНЕЦ Слушай, а как насчет вот тут, вот тут, вот тут, стой, 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 залететь вот на парящие вот эти вот блоки? Особенно бы вон туда бы как-нибудь залететь было бы шикарно. Интересно, хватит ли у меня выносливости? Я думаю, что хватит. Тут прям башня из блоков. А там геоглиф, смотри. Ух, как удачно я приземлился. И что это зомя есть? такое можно активировать куда это портал какой-то открылся испытание храбрости хайрульское увалье не было ну ладно пойдем посмотрим чё там чё там кого там надо просто спрыгнуть отсюда а кто быстрее типа готова я справился ничего себе эффектное появление святилища конвейер давай-ка посмотрим что с него выпадет что-то новенькое это же воздушные шары и что-то еще новенькое часовая бомба механизм заная для контролируемых взрывов взрывная волна может активировать другие механизмы заная ну а теперь святилищу я его сейчас просто открою потому что не хочется проходить вот телепорт сюда появился и потом обязательно сюда вернусь смотри кого я встретил дружок который держит рекламу ты здесь есть я буду вам опорой так мне предлагали сделать этому чуваку крутую опору и посмотреть что произойдет давай это сделаем чувачок чувачок вот здесь видишь под бревно подходит как раз проемчик есть вот смастерил вот такую штуку сейчас я туда попробую затолкать если получится должно получиться типа вот гляди ну давай посмотрим упадет у тебя она нет а мы весь с тобой уже встречались да 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 я изо всех сил пытаясь поставить тут начальника топорду точнее рекламный щит что же делать попробую отпустить что ты его подержишь ладно я отпускаю ну как стоит же он стоит прикольно да я его не держу а он стоит гениально да давай-ка побыстрее закрепим щит продеть вот сюда и здесь затянуть вот готова спасибо тебе он мне еще 20 рупий дал за это ну круто слушай после такой работы ты нибудь проголодался поделюсь с тобой своим обедом бодрящие лесовички ха-ха знаешь мне все равно кажется что я мало тебя отблагодарил вот из моей особой коллекции но так и быть а дам тебе конюшенный купон вообще отличная награда теперь я могу расставить и остальные рекламные щиты ну что ж мне пора опаньки смотри кого я встретил ребятки привет блин не получился а я могу их перевернуть стой подожди подожди я хочу это сделать у меня получится это сделать я скинул их с повозки но я хотел повозку гнать но походу не получится ваш бей их бей их готов один и второй блин даже у свиней есть повозки у меня нету чё за дела эй лошадка кстати там сундук по моему в этой повозке давай его откроем дай-ка я покатаюсь на повозке погнали и вот это круто о спящий бугай я уже практически доехал до места только туда надо как-то теперь перелезть ты смотри чё произошло офигеть ну лошадь вроде выжила да лошадь там как да лошадь выжила такое у нее какое-то неудачное положение тела вроде бы мордой в землю она исчезла теперь все но по крайней мере она была жива это самое важное где-то здесь бабуля импа должна находиться бабушка импа ты где я теперь не вижу заброшенный храм скорее всего она внутри так здесь еще одно святилище а бабуля импа видимо убежала очень а подожди погоди это что там такое а это грибы обычные грибы вон она тусует возле святилища святилище мяусию где же что где же бабуль привет а линк спасибо что помог нам с воздушным шаром я думаю что в этом храме есть что-то имеющее отношение геоглифом ищу ищу и никак не найду и неудивительно ведь этот зал такой огромный ну где же надо короче помочь помочь бабуле здесь что-то найти а какой-то прямо алтарь прикольно а если мы еще дальше пройдем то здесь что нас ждет в в этом храме карта вроде бы эта карта давай слезем вот это да госпожа импа давайте тоже спустимся нам бы тоже рассмотреть поближе что это тут на стене это разве не геоглифы чтобы это значило мне кажется вон тот геоглиф слева мы видели первым а следующее изображение если этот ландшафт на полу карта то второе изображение должно находиться рядом с деревней рита расположение других геоглифов на стене тоже отмечено на карте на полу кто бы мог подумать что эти древние руины хранят такую тайну как я понимаю геоглифы появились по всему хайрулу после катаклизма и исчезновения принцессы зельды но как все это связано с этим изображением мы не можем сидя здесь ложа руки нужно поскорее осмотреть другие геоглифы госпожа импа сначала нам не мешало бы перевести дух линк если тебе встретиться геоглифы в твоих путешествиях тебе тоже стоит их исследовать может и там у тебя будут странные видения о которых ты говорил вероятно они могут навести нас на след принцессы зельды ну короче здесь нарисована карта последовательности воспоминаний вот что я хочу сказать значит вот это вот первое воспоминание вот это второе и она находится то есть там какой-то храм до нарисован она находится сейчас где-то где-то вот вроде бы это она вот здесь давай-ка посмотрим по карте на карте же тоже вроде бы геоглиф вот геоглиф отмечен получается что а второй геоглиф совсем рядом со мной где-то в этой точке надо значок какой-нибудь придумать геоглифа ну типа вот так вот то есть вот по диагонали вот так вот хопа потому что вот эту башню мы открыли когда с башни летели мы этот геоглиф видели кстати да точно здесь и при помощи нее добраться до того геоглифа вон этот геоглиф прямо перед нами и помимо этого геоглифа я еще нашел вон в той стороне геоглиф надо его пометить а еще бы было бы неплохо свысока рассмотреть стало очень холодно текущая еда и снаряжение не защищает вас от урона у меня тут где-то перцы были съедаем на 5 минут защитят так выносливость не к черту поэтому спускаемся так и где же у нас здесь чан с водой еще выносливости надо чуть-чуть совсем съедаем куда мне лучше приземлиться то придется есть бодрящий лис нет я это не хочу кушать падаем ну принципе мягко приземление о вот это я удачно приземлился за мной свиноты живут так времени у меня маловато всего четыре минуты нужно найти омут памяти кажется нашел кажется это он но точно зашибись еще одно воспоминание да да Девушки отдыхают Зельда Но, как и Сония, ты можешь управлять временем, и у тебя есть тайный камень Я поверю тебе Да, я ей поверила сразу, Рауру, и камень тут ни при чем Я чувствую, что у нее есть и моя сила, и твоя Но главное, я чувствую, что мы связаны кровно Хм, правда Что ж, Зельда Я полагаю, ты хочешь как можно скорее вернуться домой Да В моем времени происходит нечто ужасное Мне нужно скорее вернуться Но я не знаю как Я ведь даже не знаю, как оказалось здесь Зельда, милая А? Сейчас не время переживать Пойдем с нами в замок Ой, нет, я не могу Мы представим тебя, как нашу дальнюю родственницу Ведь это так и есть И дадим чистую одежду Дай себе время, решение найдется Большое спасибо Придумал Минеру может знать, как путешествовать сквозь время Минеру? Знает? Да Никто не посвящен в мудрость Занайи лучше нее Как и у нас У моей старшей сестры Есть тайный камень Субтитры сделал DimaTorzok